Законопроекты в третьем чтении, как правило, не обсуждаются, а этот, надо сказать, вызвал жаркие споры. Речь, отметим, идет о проекте закона о введении в действие целого пакета новых кодексов. Уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодекса. Обсуждение началось с того, что члены комитета в документе обнаружили неточности в языковом переводе. Я вот, к примеру, учился в крыгызской школе, хорошо владею государственным языком. И мне, и думаю, многим здесь приемлемо понятие «клмыш чаза кодексе», а не «джаза кодексе». Всегда уголовный кодекс переводился как «клмыш чаза кодексе». И я каждый раз прошу, чтобы законы писались на понятном для большинства языке. Если в этом вопросе члены комитета тут же условились на том, что законы еще раз проведут через лингвистическую экспертизу, то в вопросе возможности внесения поправок в кодексы дискуссия развернулась нешуточная. Мы же все время говорим, что это не догма, носить изменения можно. Я говорю, а каков будет порядок внесения изменений? И я не получила разумительного ответа. А практикам будет, очень действительно правоприменителям будет невозможно работать. Мы чехарду сейчас уже, с самого начала мы вносим чехарду. Для правоприменителей это будет, во-первых, тяжело, во-вторых, начнутся злоупотребления. Мы также будем вносить, как вот мы вносим сейчас изменения в действующее законодательство. Проектом закона о внесении изменений. Сейчас действует кодекс, мы в него будем вносить. С 2019 года будет новый кодекс действовать, значит мы туда будем вносить. Пока порядок таков. Если у нас стоит вопрос о внесении изменений в уголовный кодекс, который действует сейчас, а не в тот уголовный кодекс, который будет действовать с 2018 или с 2019 года, об этом четко адресация идет в самом наименовании законопроекта. Здесь нет необходимости лезть в этот закон о введении в действие. Необходимо просто четко исполнять инструкцию, утвержденную Джорг Кукинешем о нормативной технике. Лидер республиканцев, впрочем, также призвал не торопиться с принятием документа, напомнив о том, что поспешное решение в таких вопросах может иметь потом серьезные последствия. Уважаемые коллеги, я хотел бы к вам обратиться. Во время выборов я встречался со многими предпринимателями, и их основная просьба заключалась в том, чтобы мы при принятии законов тщательнее изучали все стороны, все последствия от изменения законодательства. Вот, к примеру, закон об обязательной регистрации иностранцев в пятидневный срок. И теперь большой скандал. Мы же приняли этот закон, парламент принял. Поэтому, дорогие коллеги, при принятии законов, а это наша главная работа, другой у нас нет. Мы должны взвешивать все стороны, тщательнее изучить вопрос. От этого зависят судьбы людей и всего государства. Поэтому давайте не спешить. Если закон вступает в силу в 2019 году, то есть же еще время. Тем не менее, в итоге документ большинство членов комитета одобрили. Теперь для окончательного принятия законопроекта свое слово должна сказать вся палата. Манас Аджигедов Алтынбек, Каныбек Олум, НТС.